Пляжи, где во время шторма утонули люди, проверит комиссия. Об этом на планерном совещании заявил глава Сочи. Горячий полдень. Сегодня на рынке в районе водоканала сгорели 10 павильонов. Решение суда не помеха. В Лазаревском на рынке продолжают работать незаконно построенные павильоны. 36 тысяч километров на мотоцикле за 30 дней. Рекорд России поставил белгородец Евгений Капустин. Накануне он прибыл в Сочи. Того, кто научился зарабатывать, поощрят. Речь идет о муниципалитетах, которые закончат год с хорошими экономическими показателями. Для этого на Кубани создадут рейтинг районов. Лучшие из них в начале 2018-го получат дополнительные деньги на развитие территорий. Об этом сообщил Вениамин Кондратев на краевой планерке. Основным вопросом совещания стало социально-экономическое развитие региона. Полгода работы и в бюджете края почти 118 миллиардов рублей. На еженедельной планерке у губернатора сверяют часы. Все поступления в казну идут строго по плану. Высокие показатели практически во всех отраслях экономики. Ощутить на себе это должны и сами кубанцы. Рост достигнут во всех отраслях. Это обеспечило стабильность уровня жизни населения. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугонде в номинальном выражении составила 106,4 процента. А уровень оплаты труда 29,5 тысяч рублей. В крае нет на сегодняшний день муниципальных образований, допустивших снижение заработной платы. К концу года доходы краевого бюджета должны быть не меньше 240 миллиардов рублей, напоминает Вениамин Кондратев. Чтобы достичь этой цели, необходимо мобилизовать все источники, привлекать новые инвестиции и наращивать налоговые поступления. Еще один резерв – эффективное использование государственного и муниципального имущества. Все знают, сколько что стоит. И здание, и земля тем более. Вот здесь смотрите за тем, чтобы не продали за цену, которую невозможно никогда в жизни не купить. Не может быть продажи, если на самом деле цена ниже рыночной. Возьмите землю муниципального образования и отнимите оттуда землю общего пользования, землю обороны и тому подобное. Поднимайте то, что не оплачивается ни арендой, ни налогом. И придете к тому, что у вас очень много земли будет гулять. Она будет ни под арендой, ни под налогом. А это очень реальные ресурсы и резервы. От реализации муниципальных земель и предприятий дополнительные доходы собираются получить и в краевой столице. Немалую сумму планировали выручить от продажи городской аптечной сети. Нам, конечно, продажа аптек крайне необходима сегодня. Иначе мы не сможем перекрыть выпадающий миллиард сто миллионов. Я сколько помню, все время эта идея возникает. Мы не настолько бедные, чтобы сегодня убрать ту общечную сеть, которая нам может сослужить добрую службу. Это не экономический сегмент, я хочу вам сказать, аптеки, а больше социальный. Да, безусловно, это выгодно. И сегодня все говорят о том, что это выгодно. Безусловно, это прибыли и хорошие прибыли. Но это социальная наша с вами ответственность. Социальная ответственность. Сохранение аптечной сети. Прирост в крае ожидает и в агропромышленном секторе. Кубанские хлеборобы бьют очередной рекорд. На этот раз собрали 10 миллионов 364 тысячи тонн зерна. При этом практически весь урожай самого высокого качества. 85% пшеницы – это пшеницы с высокими хлебопекарными качествами. Я скажу, 65% – это четвертый класс, 20% – третий класс и фуражный у нас всего 15%. Это довольно-таки хороший показатель. Я думаю, что и в будущем проблем у нас не будет с наличием сырья и, конечно же, аграрий получит достойную цену. Прогнозируют небывалый урожай и сахарные свеклы. Сегодня уже приступили к ее уборке. Сладким корнеплодом засеяно больше 200 тысяч гектаров. Из них 2,5 тысячи – кубанскими семенами. Новый урожай уже завозят на перерабатывающие заводы. Из него уже произвели первые 100 тонн сахара. Самое главное, что все 16 сахарных заводов работают. Мы в этом году сделали все, чтобы они максимально были в активной фазе. У нас есть все виды на то, что мы получим рекордные сегодня результаты по сахару. Это очень важно, потому что в сахарной отрасли мы переработку не потеряли. Передовиков жатвы традиционно отметят на большом празднике. В этом году день урожая проведут позже обычного – в октябре. Сразу после того, как на кубанских полях закончат все работы. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Мскаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи в центральном районе сгорела часть рынка. Пожар произошел в полдень на улице Гагарина в районе водоканала. Благодаря оперативным действиям пожарных остальные торговые павильоны удалось спасти. Все подробности у Елены Овсециной. Огромные клубы дыма были видны даже в центре города. Рынок расположен на пересечении улиц Донской и Гагарина. Там всегда очень много товара, как продуктов, так и продовольствия. Но больше рынок знает как сельскохозяйственный. Покупатели приезжают даже из других районов, потому что по качеству и цене он напоминает ярмарку. На данный момент горение ликвидировано. Производим разборку проливков. В десяти горящих павильонах находились витринные холодильники и в основном продукты питания. Владельцы хватаются за головы, женщины просто плачут. Убытки, конечно, не маленькие. К счастью, внутри павильонов никого не было и никто не пострадал. Возгорание произошло в середине вот этого торгового ряда. Люди сами пытались справиться с огнем, но когда поняли, что он распространяется очень быстро и может загореться весь рынок, тогда уже позвонили в пожарную службу. И вот этот весь ряд, вот он весь раз моментально загорелся. Вот то, что мы видели. Конечно, мы все испугались, мы тут работаем. Если бы быстро не приехала пожарная служба, то могли бы, пострадал бы весь рынок. Так что вот так, что мы видели. С огнем справились в течение получаса. Несколько павильонов сгорело дотла. Были выставлены силы средства, два пожарных расчета, два мотоцикла быстрого реагирования. По прибытию к месту обнаружили, что горит ряд торговых павильонов. Попросили дополнительные силы средства ребята с Хосинского центрального района. Прибыло еще два пожарных расчета. Горело 10 павильонов, 6 пострадало. Каждый павильон был 3 на 5. Причина устанавливается и ущерб тоже устанавливается. Владельцы торговых точек говорят, сегодня же расчистим и следа от пожара не останется. Уже заказали несколько машин для вывоза всего сгоревшего. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи намерены развивать малые пляжные территории. Речь идет об отдаленных набережных поселка Лазаревская. Разработать соответствующий план-стратегия Анатолий Пахомов поручил своим заместителям во время планерки. На еженедельном совещании также обсудили работу управляющих компаний, подготовку к единому дню голосования и предстоящим событийным мероприятиям. Пример надо брать с пляжей Италии. С этих слов начал совещание Анатолий Пахомов. Градоначальник накануне прибыл из города по братьям Аримени, где ему понравилось состояние и благоустройство пляжных территорий. Ухоженные набережные, современное оборудование, а главное – чистое море. Сочи на правильном пути, отметил Пахомов. Особенно в части экологии. Пять пляжей курорта поборются за голубой флаг. Оценку им дадут 60 международных экологических организаций. Что касается других набережных, то их арендаторам необходимо тщательно следить не только за санитарным состоянием, но и за безопасностью. Несмотря на все принятые меры и запрет на купание, минувший шторм унес жизни трех человек. Обстоятельства разные. Итог один – недоработка. Все дела переданы в прокуратуру. В случае, если найдут нарушения, применили ответственность вплоть до уголовной. И мы со своей стороны, естественно, будем рассматривать на комиссии по благоустройству пляжей вопрос о расторжении договоров благоустройства с такими несознательными пользователями пляжных территорий. В силу того, что мы не можем допустить, чтобы гибли люди на пляжах города Сочи. Внимание нужно обратить и на отдаленные пляжи Лазаревского района. Они широкие, но не имеют инфраструктуры. Помимо этого, необходим ремонт дорог, ведущих к ним. К слову, на ремонт дорог в следующем году из краевого бюджета будет выделен 1 миллиард рублей. В течение двух недель главы сельских округов по предложению жители должны сформировать перечень улиц, требующих ремонта. Но помимо дорог, соответствовать уровню международного стандарта должны и улицы курорта, а за их чистоту ответственны управляющие компании, домкомы и сами жители. В Сочи уже традиционным стал конкурс на лучшее благоустройство, итоги которого подводятся 21 ноября в день города. В этом году лучший район получит неплохой подарок – 1 миллион рублей. Кроме того, Сочи готовится к двум событийным мероприятиям – Всемирному фестивалю молодежи и студентов и музыкальному проекту «Новая волна». И подумать о состоянии улиц и придомовых территорий нужно уже сейчас. Я просил, чтобы мы поэтапно работали над созданием живой изгороди. И на каждый год там целая карта есть дорожная. Эту практику надо заложить. И, пожалуйста, об этом надо будет отчитаться. Еще раз я говорю, мы тот раз обсуждали комары. Каждый домком должен сделать проверку по каждому дому, чтобы подвалы эти посмотрели. Ну и, естественно, по территориям. Ну и наша общественность, вы же лучше это знаете, где есть эти комары. Вот Олегу Валентиновичу сообщайте. Работа домкомов необходимой в период подготовки к единому дню голосования. 10 сентября жители всего Краснодарского края обязаны отдать свои голоса в поддержку того или иного кандидата на кресло депутата Законодательного собрания края. К слову, прием заявлений от выдвиженцев уже завершен. Сейчас ведется работа с документами и обучение сотрудников избирательной комиссии. В этом году в процессе голосования есть нововведения. На региональных выборах упразднено досрочное голосование, отменены открепительные удостоверения. И теперь избирателям предоставляется возможность голосовать не по месту регистрации, а по фактическому месту пребывания. Инга Габеша, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В микрорайоне Мамайка находится сразу 16 улиц, и на каждой из них есть свои проблемные точки. Однако, благодаря совместной работе сотрудников администрации с представителями общественности и ТОЗов, некогда проблемный район преображается буквально на глазах. Ремонт дорог, прокладка новых коммуникаций, облагораживание территории – это лишь часть важных дел, которые необходимы для улучшения качества жизни горожан. В микрорайоне Мамайка полным ходом идет ремонт дорожного полотна. По городской программе уже обновлена дорога на улице Ландышевая. Работы за счет финансовых вложений инвесторов завершаются на улице Полтавская. С учетом того, что в настоящий момент район активно разрастается, здесь также предусмотрена замена коммуникаций. Ремонт водовода общей протяженностью 600 метров с увеличением диаметра для того, чтобы данный район, который очень быстро развивается, не испытывал проблем с потреблением холодного водоснабжения. Сегодня в микрорайоне также идут работы по приведению улиц к единому архитектурному облику. Уже установлено порядка 150 метров новых аккуратных заборов. Еще 200 метров обновят в ближайшее время. На что обратить внимание, какие участки благоустроить и какие вопросы решить, властям сообщают местные ТОЗовцы и представители общественности. Последние и контролируют процесс обновления. Наша богом забытая мамайка стала подниматься и становиться на уровень очень хороший. Я недаром говорила, что все равно наша мамайка лучше всех будет. И прислушались к нам. А вот на месте этой новой парковки еще совсем недавно была настоящая свалка. Сегодня она полностью ликвидирована, а у жителей прибавилось мест, где можно поставить свои машины. Подобная ситуация была и в районе дома номер 40 на улице Крымская. На территорию заброшенного долгостроя то и дело несанкционировано свозили строительный мусор. Долгое время мы не могли обнаружить, кто это делает. Я обратилась к главе города, к главе центрального района и очень откликнулись. Благодаря совместным усилиям жильцов и сотрудников администрации центрального района нарушитель был выявлен – мусор вывезен. В департамент имущественных отношений уже отправлен запрос с целью признать территорию бесхозной и отдать ее под социальные нужды. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Решение суда не помеха. В Лазаревском продолжают работать незаконно построенные павильоны на рынке ТВС. В то время как магазины по соседству, построенные по всем правилам, терпят убытки и вовсе закрываются. Почему так происходит и какие могут быть последствия, разбирались и собственники торговых точек, и сотрудники городской администрации. Эти павильоны суд постановил снести больше месяца назад, но и сегодня здесь идет бойкая торговля. Продавцы сувениров, пляжной одежды, кавказских сладостей, кажется, совсем не беспокоятся о том, что работая в таких условиях, сами подвергают себе опасности. Данные ларьки расположены на пожарных гидрантах. В случае, если какая-то будет ситуация, оказать помощь даже тем же предпринимателям, которые находятся, осуществляя деятельность в незаконных объектах, это тоже будет представлять угрозу для их жизни и здоровья. Борьба с Лазаревским шалкаем началась еще в 2011 году. Тогда собственники павильонов, находящиеся в здании рынка ТВС, работающие законно, пожаловались мэру Сочи на самовольно возведенные прямо возле здания рынка объекты. У нас есть собственность. Мы зарегистрированы в налоговой, все платим налоги. А если разобраться, кто осуществляет предпринимательскую деятельность вокруг комплекса, то есть на прилегающем к комплексу земельном участке, муниципальном, осуществляют в основном люди, которые приедут в сезон. Они приехали, деньги заработали и уехали. Мы были на приеме у заместителя Пахомова-Чермита Мугдина Мадиновича. Мы обращались письменно. Мы считаем, что он принципиально правильно подошел к решению вопроса. И у него только позиция такая. Все, никаких скидок. Вот как положено по закону, так и должно быть по закону. За шесть лет прошло несколько судебных процессов в судах разных инстанций. Кроме того, то, что торговля ведется с нарушением норм, доказали выводы экспертов. Эта экспертиза показала, что на рынке ТВС идет нарушение пожарных норм, санитарных норм, именно строительных норм и правил. В общем, полное нарушение всех норм и правил. В соответствии с этим, арбитражный суд, изучив данную экспертизу, принял решение об удовлетворении требований администрации. Причем в полном объеме. И по результатам экспертизы было выявлено уже не 18 литеров, которые подлежат сносу, а 24 литера. Суд дал ровно месяц фирме ТВС на исполнение своего решения, но время прошло, а павильоны по-прежнему работают. Частично разобрали только одну незаконно возведенную конструкцию, ту, что расположена дальше всего от популярных торговых рядов. И теперь администрация города подала новый иск о принудительном сносе лариков. Тем временем 40 предпринимателей, законно владеющих торговыми павильонами в здании рынка, бьют тревогу. На втором этаже торговля практически не ведется. Пожарные выходы перекрыты, кондиционеров нет, покупателей тоже. Всех перехватывают еще по пути к рынку те самые незаконно возведенные ларьки. Магазины собственников, смотрите, все пустуют. По плану и по закону после исполнения решения суда на этом участке должно остаться только основное здание рынка. Еще по двум объектам пока ведутся суды. А все остальные постройки, в том числе этот забор, подлежат сносу. На освободившейся площади разместится парковка для посетителей торгового комплекса. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. «Даешь чистый город» с таким девизом свое утро сегодня начали десятки сочинских школьников. Ребята в рамках программы летнего трудоустройства подростков приняли участие в экологической акции. Она, в свою очередь, является одним из пунктов хартии жителей города «Я люблю Сочи». Молодежь сегодня очищала курорт от жвачки. Сколько ее на курорте, расскажет Инга Габешия. Легко, счастливый в Сочи, может быть, каждый, кто сюда приехал однажды, не забудет праздничные огни. Настроение ребятам задавали песни о Сочи, о том, какой он красивый и уютный. А зависит это во многом и от самих горожан, от их отношения к родному городу, уверена молодежь. На липкое дело неравнодушные школьники вышли ранним утром, пока на Новоагинской безлюдно. Обычно же по этой прогулочной зоне в день проходит по несколько тысяч человек, и каждый из них рискует наступить на жвачку, бывшую в употреблении. Наверное, каждому приятно пройтись по улицам и видеть чистоту, а не мусор и безобразие вокруг. Тут нет ничего такого, чтобы было неудобно. Мы делаем пользу для города и для самих же себя. Мы здесь живем. В наш город приезжает очень много гостей, и эти жвачки портят все впечатление. И поэтому нам нужно как-то собраться вместе и сделать наш город чище. Мы работаем, но тут, я знаю, также есть дети, которые нетрудоустроены, и они очень хотели бы, чтобы наш город был чище, и поэтому пришли помогать. По почетам городских активистов, занятные эксперименты они провели в начале года. На тротуарах курорта скопилось ни много ни мало 17 тонн жвачки. Таков результат наплевательского, в прямом смысле слова, отношения как самих горожан, так и гостей курорта. К слову, жвачка второй по популярности – мусор во всем мире. Впереди только сигаретные окурки. Ко всему прочему, эти липкие пятна не смести метлой, чтобы очистить брусчатку, ребята вооружились шпателем. Собрался же такой десант недавно. Это те подростки, которые не были охвачены программой летнего трудоустройства. Теперь же за помощь городу они еще и получат зарплату. Эта идея была посвящена именно формированию культуры людей, культуры детей в отношении к своему городу. У нас сейчас работает прекрасный картинный проект «Я люблю Сочи». Это не просто восхищаться городом, но и делать его чистым, красивым, уютным. Очень важно не только ребенка приучать к труду, что само по себе очень ценно, но и еще социализация ребенка в коллективе, формирование вот этой ответственности к трудовой деятельности – это бесценный дар. В целом же об итогах трудовой занятости детей заместитель главы города Ирина Романец доложила мэру в рамках рабочей встречи. У нас 196 предприятий на сегодняшний день, которые заключили договоры, хозяйствующие субъекты, которые заключили договоры с центром занятости на предоставление рабочих мест. У нас на сегодняшний день уже трудоустроено более 1300 подростков, но эта работа продолжается, и мы до конца этого лета, вот до конца лета, Анатолий Николаевич, мы трудоустроим 1880 детей, то есть еще практически 500. Работают те, кто постарше, а для младших школьников в городе предусмотрена другая занятость. В Сочи помимо оздоровительных лагерей дневного пребывания работает 145 площадок нашего двора. В рамках этой общегородской программы ребята не просто проводят время с аниматорами, но и с экскурсиями посещают городские предприятия. Узнают, как на курорте пекут хлеб или, к примеру, как работают спасатели в условиях ЧП. Впереди же еще масса экологических акций, в рамках которых сочинские школьники до начала учебного года успеют оставить в скверах и парках Сочи зеленый след взамен резинового. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочинские отели поборются за победу на курортном Олимпе. В Краснодарском крае стартуют практические испытания номинантов конкурса. Состязания работников служб приема и размещения, а также горничных отелей начнутся 2 августа, сообщает администрация Сочи. В ходе тестовых заданий участникам, заявившимся в номинациях лучший работник службы приема и размещения и лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда, предстоит продемонстрировать как отличное знание теории индустрии гостеприимства, так и практические умения и навыки. В общей сложности в этих двух номинациях выступят порядка 40 горничных и администраторов. Лучших работников отелей на конкурс отправили гостиницы, пансионаты, санатории Анапы, Геренжика, Сочи и Туапсинского района. Победители получат право представлять край на всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма. Курортный Олимп проводится уже в 12-й раз. В этом году конкурс проходит по 14 номинациям. Впервые введена номинация «Лучшее средство размещения, предоставляющее услуги по системе «Все включено». Церемония награждения победителей состоится в августе в Краснодаре. «Открой красоту России всему миру» – мотопробег под таким названием финишировал в Сочи. Его в одиночку совершил белгородец Евгений Капустин. До Олимпийской столицы на мотоцикле он добрался накануне, а сегодня встретился с журналистами. Как прошло 30-дневное путешествие по стране, чему он посвятил свою дорогу длиной в более чем 37 тысяч километров. Расскажем в нашем следующем сюжете. Евгения Капустина сегодня встречали в музее спортивной славы курорта. Там он рассказал о своем уникальном одиночном мотопробеге. Путешествие мотоциклист начал в родном Белгороде. Доехал до Владивостока и оттуда в Сочи. Цель – установить рекорд России за 30 дней преодолеть 36 тысяч километров. В итоге намотал больше 37. Можно было бы ехать и больше. Дороги у нас в России становятся лучше. Где они были разбиты, их ремонтируют. То есть нет такого, что дорога разбита, она заброшена, никому не нужна. То есть ситуация сейчас улучшается. В пути мотоциклиста постигло немало неудач. Поломки, травмы, ночлег под открытым небом. А еще погода подвелась. С 30 дней всего 4 не шел дождь. По дороге Евгений Капустин много фотографировал. Говорит, в восторге от масштабов России и ее уникальной природы. Он проехал десятки городов. Там, где останавливался на ночлег, обязательно встречался с местными байкерами. Удивился гостеприимству нашего народа. У нас есть такая в России система мотопостов. И ты едешь из одного города в другой, и тебя там встречают. И тебя там помогут, накормят, если надо, ну все сделают. Я такого нигде не встречал в мире. И все это очень гостеприимно. Ты едешь, только за бензин платишь и все. Путешествовать по России очень приятно. Мотопробег он назвал «Открой Россию всему миру», а посвятил его предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Ведь Евгений Капустин не только мотоциклист с 15-летним стажем. В родном Белгороде он руководит Центром международного образования и сотрудничества Технологического университета. Работает с иностранными студентами. Руководство вуза даже вышло с героем на связь по скайпу. Основная задача фестиваля – это показать самобытность России, ее просторы, показать народность, показать Россию действительно изнутри. На самом деле это очень красивая, необъятная страна. И этот мотопробег в очередной раз это, конечно, подтверждает. Это не первый мотопробег Капустина. Самое его длинное путешествие – это 70 тысяч километров за 5 месяцев по 30 странам в честь 70-летия Победы. И не последнее, говорит Евгений. В России еще очень много мест, где он хотел бы побывать. А еще Евгений Капустин признался, что очень любит Сочи, бывал здесь не раз и обязательно вернется на фестиваль молодежи. А пока он подарил музею спортивной славы футболку с символикой фестиваля, личной подписью и пожеланием удачи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдет восьмой международный турнир по профессиональному боевому самбо платформа С-70. Он состоится на курорте 8 августа. Гостей ждут 10 поединков между командой России и сборной мира. Украшением вечера в категории до 84 килограммов станет встреча знаменитого российского бойца Вячеслава Василевского и опытнейшего бразильца Луиса Серджио Мела Джуниора. Василевский – ветеран платформы С-70. Это будет его пятый сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих Вячеслав неизменно выходил победителем. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. С вами была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...